Всем доброго-доброго времени суток! Я приветствую вас на канале Таро Путь Колесницы. Хочу предложить вам видео, что происходит в его жизни прямо сейчас. Просто немножечко подсмотрим. Расклад общий, позиция одна, поэтому смотрите начало. Если есть резонация, смотрите дальше. Если резонации нет, смотреть не обязательно. Договорились? Загадывайте своего мужчину. Так, кто к нам сейчас пришёл? Человек, который не выбрал чувства, да, не выбрал чувства и отдалился, отдалился, куда-то ушёл на расстояние. То есть не захотел наполняться, не захотел идти по полной, да, то есть как бы он решил куда-то пойти на расстояние. Окей, хорошо. Давайте так, почему не выбрал чувства? Скучно, говорит. Скучно, приелось, кажется, что будет всё однообразно, то есть не понял ценность происходящего, да, то есть решил, что, ну, как бы нет ничего в этом совершенно нового. И как тебе сейчас? Ну, говорит, не в разрушениях, а как? Ну, и при этом, знаете, особое состояние, что мне там хорошо, что я чувствую себя, что, как бы, я там доволен происходящим или мне радостно, этого состояния тоже нет, понимаете? Нет какой-то борьбы, но нет какой-то и радости. То есть смотрю вперёд, не смотрю на свою жизнь сегодня, что в ней происходит, не обращая внимания, кажется, знаете, человек ушёл в завтра. Вот завтра будет лучше, вот знаете, как бы не проживает настоящий момент, не проживает состояние, не проживает то, что происходит, то есть человек просто ориентируется на то, что завтра будет лучше, пойду-ка я в какое-то светлое эфемерное будущее, буду я над ним трудиться. То есть человек даже сейчас, в данный момент времени может для того, чтобы не думать о происходящем с ним в отношении, да, в том, что он как бы не пошёл куда-то, он может просто заниматься работой, то есть полностью переключиться. Так, и что ты там планируешь за свое будущее, а? Что ты там напланировал себе в будущем? Ой, но он напланировал, что все будет по его, что все будет классно, что как бы ему дадут энергию на какие-то его реализации, что он добьется успеха в тех сферах, которых он хочет добиться. Так ли это на самом деле? Ну, смотрите, да, в какой-то степени так. В какой степени? То есть человек здесь реально выбирает сейчас холодный ум, холодный рассудок, какие-то действия в материальной сфере, отказываясь от чувств. И человек будет заниматься собой, своей работой, будет прокачивать себя в работе, в рабочей сфере. Окей, хорошо. Так, если ваш мужчина, смотрим дальше. Если не ваш, смотреть не обязательно. Давайте посмотрим. Расскажи нам, пожалуйста, расскажи нам, пожалуйста, что же сейчас происходит в твоей жизни. Что сейчас происходит в твоей жизни? Значит, такое состояние, такое, да и рассказать особо нечего. Вот рассказать особо нечего. Не могу сказать, что я там, знаете, как взял все свои шансы, и у меня все получается. Нет. Наоборот, не получается. Какая-то полоса невезения, опять же таки, скучно. Вот не взял я шанс какой-то, ничего не происходит, ничего не меняется. Энергии немножечко, знаете, не на том. То есть ему-то предлагался уровень энергии. Смотрите, здесь девятка, а здесь четверка. Он просто не пошел больше, да, из-за каких-то своих страхов, по сути, оправдает это тем, что может быть скучно. А на самом деле он просто остался на той ступеньке. То есть он не вырос, грубо говоря. Он просто не вырос. И сейчас как бы... Ну, а ты понимаешь, что тебе вот как раз вот это вот не совсем так хорошо, потому что ты просто не взял свои шансы на большее. Ты это понимаешь? Нет. Он-то не понимает. А почему ты думаешь, что сейчас не так классно? Ой, ну ему кажется, это такие жизненные обстоятельства, что там чуть ли не кто-то против него ополчился. И вообще все наблюдают за ним, все ждут, как он себя будет вести. Знаете, такая прям чуть ли не сидит человек, который думает, что весь мир только за ним и наблюдает. Мне что-то вспомнилось вот это, знаете, когда люди говорят там о том, что, да, а что соседи скажут, а что люди подумают, а что на работе скажут, понимаете? То есть из-за того, что очень много внимания на внешний мир вокруг, мы не берем свое, не идем в свое. Так, какой шанс ты не взял? Как ты считаешь? Какой шанс ты упустил? Шанс на радость, на легкость, на веселье, на хорошее, веселое и замечательное отношение. И как тебе это на самом деле? Как тебе это на самом деле? Да никак, он старается об этом не думать, он не идет здесь в глубину, понимаете? То есть человек отказывается погружаться в какие-то моменты переживания по этому поводу, да? То есть он как бы, я не хочу об этом думать, все, я не буду погружаться. То есть смотрите, закрывается, да? То есть это тема, которую я... Ну здесь смотрите даже в чем. Он не только нам не хочет говорить, он себе не хочет об этом говорить. То есть он сам себе не хочет говорить о том, что, ну как бы, как на самом деле происходит в его душе, потому что на самом деле в душе его здесь все равно тянет, понимаете? Ему бы хотелось нырнуть в эти отношения, а он в них не нырнул. Но сознаться, что ему это не нравится, но что это нехорошо для него, он не хочет. Окей, хорошо. Что еще происходит сейчас в твоей жизни? Расскажи нам. Что еще происходит сейчас в твоей жизни? Смотрите, ему кажется, да, девчоночки, смотрите, ему кажется, что если он отказался от отношений, то он должен в каких-то других сферах стать как бы большим профессионалом, знаете, как-то прокачать себя, что он должен выйти на другой уровень. Знаете, у человека немножечко здесь ошибочное мышление. Потому что у нас идет развитие, когда мы везде вот, да, по вот этому колесу баланса идем, да, то есть когда у нас в отношениях хорошо все, да, когда у нас есть там энергия, тогда у нас идет прокачка на работе, тогда у нас финансы подтягиваются, потому что все взаимосвязано. А когда у нас идет только в, грубо говоря, в какой-то части, то есть если мы все свои силы берем и, допустим, вложим в карьеру, это не означает, что везде все будет хорошо. Нет, это так не работает, наоборот. Ну, это так не работает. Тогда перекос идет, понимаете? Не срабатывает это так. Срабатывает именно, когда везде сбалансировано, когда есть вот внимание человека везде. А человек думает о том, что раз я вышел из отношений, раз я не пошел во что-то большее, то я сейчас тут стану суперкрутым специалистом, и у меня все на раз получится. Так, в чем ты хочешь стать крутым специалистом? Ну, по крайней мере, он старается. Он сейчас в эту сторону очень усердно трудится. В чем ты хочешь стать крутым специалистом? Здесь, знаете, человек прям вложит усилия для того, чтобы от вас отказаться. или отказаться, или наоборот, вас привлечь, но чтоб не он был здесь. Сейчас мы просним эту ситуацию. Суперкрутым специалистом, потому что вас к себе смыкнуть. Да, я ушел, а она пусть бежит за мной. Блин, сейчас. Девчонки, у многих история, порядка 80%, история выглядит следующим образом, что данный мужчина, он как бы вышел с отношений, но при этом он пытается сделать так, чтобы вы сама к нему прибежали, и сама, понимаете, то есть он пытается вами манипулировать. А зачем тебе это? Прокачивай свои скиллы. Так, а в чем? Пикапер у вас какой-то, девочки? Пикапер, манипулятор, потому что здесь в эту сторону все идет, да? Управлять другими людьми. Чтобы ломать их границы, понимаете, управлять, манипулировать. Чтобы, понимаете, то есть как-то вот так себя вести, чтобы потом, когда он проявился, появился, чтобы очень легко он добился тех результатов, которые ему нужны. То есть здесь выход-то, по сути, не выход, девочки, здесь выход как манипуляция идет, понимаете? То есть он сейчас на расстоянии, но он делает вид, что он вышел, но он не вышел. Он не вышел, он этим выходом просто вас провоцирует, чтобы вы стали более послушные, что ли, действовали по его, чтобы потом только он появился, только позвала, и вы такая опа, сейчас сразу и прибежали. Здесь какая-то еще история на прошлом завязана. Так, хорошо. А прибежите, если что? Ну, вы тоже как бы расслабитесь в этой ситуации, в принципе, будете действовать по своему внутреннему состоянию. То есть если вы почувствуете, что вы хотите прийти, да, вы придете как бы, да, но это, знаете, как не та ситуация, что вы придете, потому что он вами управляет. Нет. Вы чувствуете, вы будете чувствовать его маневры, его управление, вот эти все его замашки, и вы как бы пойдете, потому что, ну, то есть если вам будет интересно, вы пойдете, а если вам будет неинтересно, вы не пойдете. То есть как бы здесь уже такая зрелая позиция у вас. Так, а почему ты все-таки сейчас вот как-то ты пытаешься себя так странно вести не не понятно почему ты если так давайте так сейчас ты хочешь помириться женщины хочешь ли ты помириться женщины она же мне говорит не помогает в этом хотя она не не то чтобы сейчас там разбитая сидит что у нее нет сил и тем не менее смотрите как бы я не могу сказать что он особо хоть а что ты хочешь от женщины что ты хочешь от женщины зачем ты пытаешься ей управлять девчонки но он здесь хочет все-таки вами управлять что-то у него висит в прошлом то что-то у него висит в прошлом потому что это не просто так происходит может быть вы мы сейчас посмотрим да но что-то произошло из-за чего он хочет все-таки вас подвесить какой-то степени он хочет но так давайте так что в прошлом было она не оценила мои идеи не пошла со мной в стабильность был у нас шанс на что-то да девчонки вы его не приняли получается и что ты теперь хочешь зачем ты хочешь подвесить женщину потому что она не стала моей императрицы девчонки вы ему отказали получается вы отказали не приняли его то есть мужчина да ну не пошли с ним семью мужчина здесь как бы на самом деле хотел с вами чего-то серьезного но возможно он не смог это донести или просто не ваш мужчина не знаю но если вы смотрите наверно все таки он вам важен каким-то образом да но получается то есть вы его как-то прокатили вы его как-то прокатили и сейчас он как бы хочет чтобы вы тоже на него подзалипли да в обраточку и что вот чего ты хочешь на самом деле скажи чего ты хочешь на самом деле девчонки но он хочет вас поставить просто в сложную ситуацию сложную ситуацию чтобы вы попали в такой момент когда я поняла смотрите чтобы вы попали в такой момент когда вы растерялись вы не знаете как вам действовать вы не знаете как себя вести немножечко подзаблудились и смотрите какой прикол вам ему тогда особо не нужно будет действовать вашу сторону вы сама к нему в лапки приплывете как бы знаете он будет как некий такой спаситель выход выход из ситуации короче мужчина тут настроил очень хитроумные хитросплетенные планы для того чтобы вас каким-то образом заманить все таки в эти отношения так ладно что там еще в твоей жизни происходит помимо скупки и твоих хитроумных планов что еще в твоей жизни сейчас происходит я не могу сейчас не договориться мне сложно с ней договориться но я сижу и планирую как все таки я буду вот действовать в ее сторону для того чтобы мы вышли в хорошие отношения какие-то семейные стабильные отношения так почему ты не можешь сейчас не договориться боже мой боже ну потому что она закрылась она занята чем-то своим она меня даже не вспоминает вот так он говорит окей хорошо и чё ты там сообщат он думает постоянно он думает о том как с вами пойти вот в этот путь который он понимает что он сложный что он сложный понимаете но он думает как него все таки пойти такое ощущение знаете что у мужчина вот вся его деятельность вот туда вот как бы у него все равно все вокруг вас крутится понимаете спрашиваю почему так он говорит потому что я как бы не умеет целиком полностью ну как бы не умеет он балансировать между да там всеми сферами жизнями не получается сейчас все его внимание все его внимание на вас на ваших отношениях на то чтобы как каким хитроумным способом сделать так чтобы вы попались к нему снова в отношения но при этом знаете вот очень все через по хитрому чтобы он особо ну как бы я не вижу здесь его по каких-то мужских поступков что он там приходит по взрослому что-то предлагает нет здесь как-то он себе ведет больше как мальчишка но он расставляет какие-то такие сети какие-то такие приколюхи чтобы вы там сама поняли как он вам важен как он вам нужен и попались прям упали в его объятия понимаете да вот вот над этим он усердно прям трудится он усердно однако трудится над тем как вас делать так чтоб в не чувств凍ы себя настолько уверена на ногах ну на своих ногах чтобы к нему припали к его ногам понимаете Так, ну еще раз, давай, что еще происходит в твоей жизни? Что еще все-таки происходит в твоей жизни? Давай, последнее, что еще происходит в твоей жизни? Да что, ну скучает он, тоскует он за теми временами, когда вам вместе было хорошо. Когда он чувствовал, что он с вами как бы в доме, в нормальной энергетике, понимаете, то есть вот прямо кроет его периодически в этом месте. И когда он чувствовал себя, когда все было хорошо, понимаете. Так, ну может все-таки сам будешь как-то проявляться, раз тебя так штырит в этом месте? Может сам все-таки будешь как-то проявляться? Да, будет, девчонки, будет проявляться как-то по-новому, по-легкому, по-светлому, по-ребяческому, будет проявляться без разрушений. Не хочет разрушений, не хочет с вами никакой борьбы. Как-то проявляться он все-таки будет. Но при этом все равно, смотрите, все равно будет пытаться быть победителем, будет пытаться, чтобы все было по его. И в принципе здесь может быть, ну как бы, ну он будет отстаивать свои позиции в любом случае, чтобы так, как он хочет. То есть какая-то борьба может пройти. Девчонки, вам может стать немножечко скучно от всего этого, потому что по энергетике, знаете, но у меня такое ощущение, что здесь какой-то мальчишка-подросток, понимаете. А вам хочется более зрелого человека, чтобы человек был все-таки более зрелый, более развитый, понимаете. А не вот так, что он как-то там по силе пытается вас прогнуть к чему-то, не вкладываясь, понимаете. Не вкладываясь, не действуя как надо, понимаете. Ну не включаясь, а вот запланировал, что-то нарисовал и ждет. А серьезного вложения, вот, ну не вижу здесь, девчонки, не вижу. Так, ну вам он все-таки зачем-то же нужен, я так понимаю. Вам он зачем-то все-таки нужен. Да, безусловно, вам он нужен. Смотрите, он вам может помочь выйти из каких-то ваших внутренних состояний, опустошенности какой-то, знаете, вот когда внутри что-то не так. Он реально может вам каким-то, я не знаю, каким образом, может быть своим появлением или своим исчезновением, я не знаю, не буду смотреть даже, да, но вы можете избавиться от этого чувства внутреннего пустоты и, как бы, знаете, как переродиться, выйти на новый уровень, выйти в состояние гармонии, вот, как бы, знаете, некий такой квантовый скачок. Хотя и, ну это может быть, ну не в мгновение произойти, нет, не в мгновение. Здесь то ли время нужно, то ли какие-то ваши инсайты, то ли ваше какое-то понимание. И это... Знаете, такое ощущение, что, ну, смотрите, девчоночки, не у всех, не у всех, но у кого это так, вы меня услышите. То есть, если у вас уже мысли эти посещали, да, это так, я подтверждаю. То есть, если вы думаете о том, что вам нужно отпустить свои чувства к этому человеку и заняться работой, и вы выйдете на другой уровень, да, это так. То есть, если вы об этом уже думали, ну, процентов 70 девчонок, которые меня смотрят, вы об этом думали, что вам нужно просто отпустить все свои чувства к этому мужчине, вот отпустить на волю Бога и всё. Люблю, не люблю, неважно, всё, я хочу заниматься работой, я иду в свой профессионализм, я иду в себя, и это вам поможет выйти из этой эмоциональной ямы и выйти на другой уровень. Так, что я вам еще должна здесь сказать? А ничего. А ничего. При этом, смотрите, не всем, не обязательно полностью эти отношения блокировать, закрывать, полностью выходить с них. Ну, не обязательно. Здесь важна внутренняя перестройка, просто легче относиться к нему, понимаете? Ну, просто легче, потому что человек вам все равно для какой-то степени еще для чего-то нужен. Не нужно его заколачивать там досками и гвоздями, нет, не нужно. Но в то же самое время свои чувства к нему просто отпустить, вот как-то сделать их легче. Легче переключиться на работу, понимаете? Ну, вот так вот. Вот такой был расклад сегодня. Видите, как смотрели, что происходит в его жизни, а узнали, что происходит в его голове и сердце по поводу вас. Я благодарю вас за внимание, благодарю за то, что вы были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень важна ваша обратная связь. Огромное вам спасибо за то, что вы ее даете. Я желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Кто хочет записаться на личный расклад, номер телефона вы найдете в описании под видео. Пишите в Telegram, пишите в WhatsApp. Хорошего дня. Пока-пока.